Развитие одной из важных отраслей агропромышленного комплекса Кубани мы говорим сегодня с начальником управления по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства Краснодарского окрая Олегом Толмачевым Олег Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Такое ощущение складывается, что наш рынок завоевать оказалось сложнее, чем зарубежный Нет Но я имею ввиду потребительские умы Ну умы сложнее завоевать Нет, ну потребительский рынок там, он вообще очень консервативен, понимаете Ну вот, кто-то знает, слушайте, ну есть французское вино, мы привыкли к этому Ну, хотя вот за последние там 10 лет, скажем так, появился новый свет, даже Новая Зеландия, Австралия, Чили, Аргентина, которых не существовало там 20 лет назад на мировой карте Они ворвались, сделали кто-то демпингом цен, кто-то там уникальностью своей Например, даже французы признали, что лучшее вино Савиньон Блан, это и вообще не их То есть сорт, который проявил себя идеально и раскрылся в мире Вот так, ну сложил Господь, Бог так создал Землю, что вот этот сорт, попав в Новую Зеландию, раскрылся таким образом, что он стал лучше, чем в любой другой точке планеты О, окей, у нас есть сорта, которые, да, вот они в Европе никогда не росли Агроэкологические условия, земля, технология позволяет нам, ну, например, тот же Сапираю Ну, там, спор Грузия, это и Краснодарский край, но мы этот сорт делаем так, что он вообще идеальный, он классный сорт и все это... То есть, ну, грубо говоря, вот пройдет какое-то время, когда будет, ну, в том числе и Россия, какие-то сорта позиционировать, и они будут признаны, что они лучше Завевать мир шардоне невозможно Ну, там столько шардоне, да, там, или с рейслингом, что мы... А вот с какими-то автохтонными сортами местной селекции мы сможем Мы сможем, и это будет тяжело На самом деле все это непросто, но, ну, знаете, что для этой отрасли очень важно, и она уникальна в этом смысле Что туда пришли люди, большинство людей, не зарабатывать деньги, а инвестировать, вкладывать на перспективу Пришли психи, влюбленные в вино, они заразились этим, став состоятельными здесь, поехав в Европу и окунувшись в историю, что Почему там не пьют водку, а что это, не пьют там какие-то вина, и погружаясь в это, они вдруг поняли, что там есть целый мир Не имея деньги, они захотели сделать это здесь Классический пример Левкадия Ну, есть другие примеры, еще не могу приводить Когда люди имеют деньги и говорят, слушайте, а я хочу сделать вот такую красивую историю И они сейчас это делают, понимаете, и вот здесь как бы есть мотивация такая личная Сохранить фамилию, сделать просто великое вино, сделать что-то Там пока нет бизнеса, вот бизнеса в части вкладываем рубль, считаем инвестиции, там через 5 лет мы получим Ничего вы не получите через 5 лет, и через 10 лет вы не получите Все деньги, которые вкладываются в виноградарство, они идут с отложенным финансовым интересом минимум лет на 15 Эта история не про вас, может даже не про ваших детей Но хочу красивую дачу, вот я ее делаю Вот хочу красивое вино, образно, да, вот я его делаю И вот это работает, вот это сейчас работает И работает и на имидж края, и на то, что мы понимаем, что эта винная история Она очень интересная и выстрелит, ну, там, через 10-20-50 лет Много у нас виноградников? Какую площадь вообще занимают в Краснодарском крае? Ну, если говорить про мир, то очень мало Если про Россию, то у нас 27 тысяч гектар Ну, так, для сравнения, во Франции почти миллион 27 тысяч гектар у нас, но опять же мы, это, ну, чуть меньше половины России Мы в любом случае главный и лучший виноградерский регион Никакой Крым, никакой Севастополь, никакой Дагестан рядом не стоит Ни по площадям, ни по качеству виноградников Есть, опять же, некая история такая, там, 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 там На самом деле, я же говорю, так случилось, что И причем у нас виноградники очень неправильные За последние 20 лет вот эти вот люди, увлеченные, влюбленные в вино Которым не нужны деньги, а наоборот, у них есть Они сделали, очень важно, они убрали старые виноградники Посадили новые правильными сортами И ввели правильные технологические обработки Такие, что у нас урожайность в целом Ну, сколько там гектар дает Ну, где-то в два раза выше, чем во всей остальной России То есть в Крыму в полтора раза меньше В Дагестане в полтора, там, и больше, меньше То есть плодоношение, правильный агрономический подход Правильные сорта позволили получить очень качественную И хорошую ягоду Вот, поэтому, опять же, возвращаясь к вашему вопросу Да, площадей у нас, даже площадей у нас меньше У нас процентов 35 Вот если брать все остальное, то остальные это 65% Это Крым, Севастополь, Дагестан Ну, ближайший там Дагестан, у нас 27 тысяч гектаров У них там 21 тысяча гектар, да? Но они получают винограда в два раза меньше, чем мы Почти, то есть урожайность Крым там тоже, они там могут как угодно говорить Но у них там 18 тысяч гектаров, винограда в три раза меньше, чем мы получаем К ним не пришли деньги случайно, да? Там они были другой страной Никто не инвестировал Дагестан, ну, сложно инвестировать А вот Краснодарский край оказался таким благополучным местом С 2010 по 2017 год Где, ой, как хорошо красиво Вот природа, море, вот склоны, вот слушайте А вот тут же виноградники будут хорошо расти И мы получили вот такую замечательную изюминку На территории края В виде виноградарства и сопутствующего виноделия Поэтому 27 тысяч гектар 40, ну, около 40 процентов площадей В каких районах у нас сосредоточено виноградарство? Куда, условно говоря, можно поехать? Там, где красиво и тепло Там, где красиво и тепло Это все прибрежные районы В первую очередь, это Темрюкский Темрюкский район Дальше идем по побережью Там это Анапа Новороссийск, безусловно Вот Сюда немножко ушли Это Крымск Немножко похолоднее, но Крымск-Предгорье С этой стороны Вот я вам назвал, да, основной Геленджик Геленджик уже жарко Но, тем не менее, там хорошие красные сорта могут быть И когда-то там был сумасшедший Олиготе Сейчас там тоже появляются два очень хороших предприятия Я их не назвал Ну, там много появится Ну, вот Шато-де-Талю, да, например Там, вот они там Суперсовременное оборудование Классные виноградники Хорошие агроэкологические условия Я думаю, они в этом или в следующем году Выстрелят так, что будут все аплодировать И говорить, боже мой, как хорошо Вот Это мы прошли туда, до Геленджика Дальше пошло освоение Немножко Мы пошли туда в сторону Попытка эта окрениться Но за джугбу, наверное, не пойдут Вот до джугбы немножко протянется полосочка Да, вот район назад Дальше там земля Почва не такая, как надо Кислотность, щелочность не та Винограда нет Почему нет? Его в Сочи и практически быть не может Ну, и туда же Абхазия пошла Кроме там качичи Или еще какой-нибудь сорт Неинтересный Для виноградовства может вырасти Вот И сюда мы пришли Да, я сказал, Крымск Холодный район Немножко Раньше были в Абинске Сейчас нету Тут все начало ухудшаться Пошли на север Есть виноградники? Есть Есть виноградники Кстати, сейчас в Ейском районе Тоже появляются Не туда К Азовскому морю Начинают приближаться Там тоже немало заложили Вот Центральная Северная часть Краснодарского края Немножко холодно И земля Виноград любит такую легкую почву Каменистую Он хочет там Мучиться Или там расти на камнях Ему вот чернозем не очень хорош Чернозем и холод И когда мы сюда идем В центр То виноградники есть, но их мало Новокубанка Коньяк Коньячные сорта Морозостойкие Ну вот Вот, наверное, и все Столовые сорта Которые могут у себя в огороде выращивать Это не промышленно А вот Ну Крестьянско-фермерское хозяйство Или, например Кто-то может быть Ну Подворье часто Он что-то выращивает Сначала себе Потом Ой, какой классный виноград продают Везде может быть Но для качественного виногелия Это только вот Мягкий климат Приближенный К морям Я назвал эти районы Производственных виноградников Много у нас? Сколько вообще у нас Занимаются Производители этой сферы? Нет Производственных виноградников Я назвал 27 тысяч гектаров 27 тысяч Это производственные Да Плюс еще и частные винодельни Ну Нет Стоп Частные винодельни Туда же входят Все туда же Да Вот Из них Из этих 27 тысяч Вот есть виноград Который можно покушать Так называемый столовый Это 6 тысяч гектар 27 минус 6 21 тысяча Это подвинные сорта Там внутри И винодельни И не винодельни И частные Хотя у нас все частные У нас же нет государственных Государственной собственности В этой отрасли нет Ну нет Уже это все Частные инвестиции Это или там Человек Или компания Или группа людей Вот Ну А этих Сколько 6 тысяч Да Гектар я скажу Да 6 тысяч Это площади Под столовой виноград Мы определили Какие позиции Краснодарский край Занимает В целом По России А если говорить О Агропромышленном Комплексе Кубани Какие позиции Виноградарство Здесь занимает В этом разрезе Ну Скажем так Это Красивая Вкусная Хорошо Ароматная Позиция Которая Я же говорю Вот Вряд ли Вы пойдете В туристический Объект Например Масложиркомбинат Он там Не понравится Не Ну если найдутся Сумасшедшие Из этой Возвращения Пойти на винодельню Там где хорошо Пахнет И нальют Это хорошо Поэтому Да Это некая Отрасль Такая Которая Не то Что она Даже Элитная Она Красивая Сама По себе По производству Она Очень сложная В финансовом Отношении Если кто-то Ставит равенство Между словом Виной Деньги Он глубоко Заблуждается Нету пока Там денег Там можно Делать Какой-нибудь Я не знаю Фальсификат С которым Борется Контрафакт Можно на этом Заработать Но если говорить О честном Вине Виноградарстве То это Я же говорю Это пока Не финансовая История Она потом Случится Когда-то Но в то же Время Это серьезная Отрасль В которой Работает Ну скажем так 10 тысяч Человек В крае Это немало И которая Дает В нашем случае До этого года Дала Огромное Количество Налогов Вот так Сложилось Что Ну есть Такой налог Акциз Который Там На бензин Время Там На золото Ну как бы На Такие Роскошь Ну скажем так Роскошь Там автомобили Бензин Водка Очень большой Акциз Вино Тоже И вот Вино Несло На себе Огромную Составляющую Налоговую В бюджет Края Ну вот если Мы возьмем Министерство Сельского Хозяйства Например Куда входит То Приблизительно Скажем так В отрасли Занятой И производством Всего 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 Остального Остального Работает Там Миллион Человек В крае Масло Пшеница Животноводство Ну так вот С их собрать Чуть меньше Миллиона 25 тысяч Всего Виноделия Ну 10 тысяч Виноделий Виноградов Маленькая доля Да А если Возьмем В налогах То я вам скажу Так 25 25 миллиардов Это все налоги От сельского Хозяйства 25 миллиардов Из них 6 миллиардов Это вино Прилично Да Доля вообще Никакая В людях И получается Что человек Который Работает На винограднике Он Себе Забирает Рубль Ну грубо говоря Идет А в бюджет Края Он отдает 2 Понимаете То есть вот С точки зрения Ну во-первых Социально Занятые Люди Ну что На селе Делай Там где Плохая земля И косогорь И все Там и рис Не растет И пшеница Плохо растет И почему-то Так тепло И сыро Что И животноводством Все плохо А там хорошо С виноградарством Раз Сажаем виноград Закладываем Исторически Понимаем Людей Занимаем Которые Живут на этой территории Обеспечиваем Достойную зарплату Обеспечиваем Им Место работы Их Их Детям Строим Там какую-то Социалку И в бюджет Края Идут Огромные Налоги Здорово Хорошо Вкусно И всем Интересно Но Она такая Вот очень Интересная Отрасль Сама по себе Потому что Я же говорю Она позволяет А наполниться Бюджетом Наполниться И людям Вот на этих местах Где горист Холмистная местность Надо же осваивать Территорию Вот они там Живут Закладывают Виноградники И Ну вот Получают Очень неплохие Результаты Хорошо Какие цели Ставит ведомство На 2020 год Ну Смотрите Вот В любом случае Серьезные цели Определяют себе Предприятия Они являются Тем инструментом Который Ну Грубо говоря Формирует Всю Финансовую Историю И Их экономический Интерес Там Что бы Производить Мы Как структура Орган власти Понимающий Важность Этого Этому Способствуем И Видим Что они делают И пытаемся Им помочь В рамках Программ Существующих Финансами Помочь Помочь Какими-то Там Я не знаю Консультационными Организационными Мероприятиями Чтобы они Наша задача Привлечь инвесторов Максимально Создать Условия Законодательные То есть Бороться Чтобы правильные Законы были Представлять Их интерес И говорить Ребята Вот этот закон Неправильный Давайте тут поправим Вот потому что Потому что На краевом На федеральном уровне И Довести Финансовые средства Которые им Помогут существовать Грубо говоря Почему они существуют Вот эта государственная поддержка Смотрите Вот я назвал 6 миллиардов То что мы получаем Да Но каждый год Мы Какие-то средства Федеральные Плюс краевые Помогаем Виноградарям Начинающим Мы их Втягиваем В это Мы говорим Ребята Ну Смотрите В виноград заложьте Мы вам денег дадим Зачем мы это делаем Ну государство это делает Зачем В лице органов власти Для того чтобы Не так обременительно Финансово было на старте Потому что мы понимаем Что дальше Помимо освоения территории Мы получим потом налоги В прошлом году Вот мы где-то Отдали в эту отрасль Миллиард Вот миллиард Денег туда ушло Это в виде господдержки Это в виде господдержки А назад мы получили Шесть Да В любом случае Это такой очень Интересный Правильный проект Но Для того чтобы Человек пошел Надо Помочь С чем Заложив виноградник Он пять лет Не будет получать урожай Ну есть люди Влюбленные Не вкладывают деньги А есть тот кто Говорит Мне бы хотелось бы Я бы семьей бы работал Ну вот пять лет Я же сейчас заплачу А пять лет буду ждать И вот На эту часть На эти пять лет У нас есть поддержка Федеральная поддержка Которую софинансирует Край Законодательное собрание Край Там губернатор Поддерживает эти программы Федералы дают Там 80% денег И мы из края Даем 20% денег И даем Туда в отрасли Миллиард Очень классно Да Нам Мы всего лишь 20% А федералы Слава богу дают 80 А все эти деньги И идут в бюджет края Вообще хорошо устроились И правильно Вот И Вот Когда вы закладываете виноградник Да Стоимость Ну приблизительно Закладки виноградника Гектара Чуть меньше миллиона Можно заложить за два Можно за три Если очень хорошую шпалеру Очень хорошую Ну так вот 800 тысяч Там Миллион гектар Это стоимость закладки Мы помогаем Даем 200 тысяч На закладку 200 тысяч На шпалеру И 40 тысяч Каждый год Четыре года Пока виноградность Итого Получаем 400 Плюс 160 То есть мы даем почти То есть человек Который идет в путь И говорит Хочу там виноград Ля-ля-ля Он понимает Что ему 75-80% Компенсируют затраты То есть он затратил Пришел Показал Вот я посадил Вот мой виноград Вот эти Проверили Есть На тебе эти деньги Он пришел В следующий год А мне тут опрыскать надо А ты опрыскал Опрыскал Показал документы На тебе 40 тысяч Таким образом Как бы осуществляется Государственная поддержка Это очень правильный Разумный То есть втягиваются люди В историю Которая приведет к тому Что они потом будут Платить деньги в бюджет В то же время Они говорят Ну мы сделаем Классный продукт Мы сделаем вино Мы будем им гордиться Мы ему присвоим Там свою фамилию И вот Если говорить О государственной поддержке То вот Порядка миллиарда В этом году чуть меньше Было там Раньше было еще меньше Но Но закладка растет С года в год Вот раньше Там 5 лет назад Мы закладывали 1200 гектар В прошлом году Мы заложили 2400 То есть в два раза больше Одним чем обычно То есть по чуть-чуть По чуть-чуть Мы в любом случае Ну Как бы вот этот Тренд Если все сохранится Если Нас минует этот кризис Безумный Вот этот И финансовый И прочее Прочее И государство сможет Это финансировать Эту историю То виноградники Будут расти И люди будут идти В эту И она правильная Она же вот на пальцах Раскладываешь И понимаешь Что это здорово Когда люди Привязываются к месту Б Ты получаешь налоги От этого приличные налоги Делаешь продукт Которым можно Гордиться И тебе гордиться И стране гордиться Поэтому Ну Как бы вот такая поддержка Существует На закладку Уходные работы Шпалеру На молодых Виноградниках Лозунг такой Ребята Все закладываем Виноградники Дадим денег Только виноград Должен быть Хороший И вино Должно быть качественное Ну что ж Спасибо большое за беседу Всего доброго Всего доброго Спасибо Спасибо